Делать бизнес с русским паспортом там очень сложно. Честно говоря, мы задолбались. Вот вы боретесь, 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 боретесь. Так и есть. 24 февраля, конечно, был шок. Не то, что там Европа, да, тут как бы в России надо выжить, да. С каким городом в России сложнее было всего договариваться? Ну, слушайте, ну работайте. Подписывать ничего не будем. И у меня никак не сходилась экономика. Ну, вообще никак. Ну, а потом случилось чудо, никто не пришел в 19-м. Мы встали одни. Я бы не сказал, что у нас были проблемы, но у нас было взаимодействие с силовиками. Мы, знаете, приходим в стране, к людям говорят, нам нужно 10 тысяч таких деталек. Они смеются. В замкнутой системе ничего нельзя построить. Всем привет. Это снова мы, Корпс Толк. И мы снова находимся в закрытом клубном пространстве сообщества «Нудом». Меня по-прежнему зовут Елена Тафанюк. И сегодня со мной мой коллега Антон Жилунов. Антон, привет. Да, Лена, привет. Всем привет. И мы рады с Леной приветствовать сегодняшнего нашего героя. Это Дмитрий Чуйко, основатель и гендиректор шеринга самокатов ВУШ. Дмитрий, здрасте. Добрый день. Расскажите про последние новости. Поскольку самокаты в центре внимания каждое лето у людей уже который год, с 18-го, с 19-го года. Главная тема лета – самокаты. Расскажите про продажу вашего бизнеса в Европе. Вы туда как-то эффектно зашли, но также, я надеюсь, эффектно вышли. Расскажите про эти новости. Давайте я сначала про новости, что самокаты – главная тема лета вам расскажу. Мне кажется, это не так в этом году. Наконец-то. Что, мода прошла? Ну, наконец-то я бы не сказал, что это лета. Появились другие темы, разные, и самокаты теперь занимают не 100% пространства информационного. Знаете, такая картинка смешная ходила в прошлом году, когда все проблемы человечества 100%, 95% из них самокаты, и опять все остальное. Я видел. От вас отстали, наконец-то. Про Европу что сказать? Но вы немножко не правы с тем, что мы туда эффектно пошли. Мы хотели, хотели это сделать, но, к сожалению, не успели. Не получилось. Мы действительно готовились. Готовились с прошлого года. Активно готовились к тому, чтобы запустить Португалию. У нас практически все было готово в феврале. Буквально там несколько дней можно запускаться. Не было готово двух вещей. Первое. Мы не успели подписать страхование. А страховка в Португалии является обязательным условием для запуска. Страховка, я имею в виду, пользователей. И мы не успели подписать эквайринг. К сожалению, мы долго пытались решить эту проблему. А со всех сторон пока не поняли, что она, в принципе, нерешаемая. Она нерешаемая в новых обстоятельствах. В новых обстоятельствах. Это так называемая спецоперация 24 февраля. Ну да. Тут же можно откровенно, наверное, говорить, что делать бизнес с русским паспортом там очень сложно. Я знаю, что некоторые там остались, некоторые пытаются. Мы тоже пытались. Мы реально там, ну вот с февраля до принятия решения где-то в мае, да, мы активно пытались. Мы обошли все страховые, мы обошли все банки. Причем страховые на разных рынках. Что они вам говорили? Многие говорили сразу нет. Многие говорили, да, мы готовы смотреть. Запрашивали документы. Шел цикл KYC такой достаточно длинный. Потом к нам возвращались с тем, что, ну, может быть. А вы не думали сменить паспорт? Не думал. Ну, в смысле думал, но это ряд... У нас все-таки основной бизнес в России. И для меня, ну, важно, чтобы он продолжал работать. Ну, смотрите, если бы у вас был другой паспорт, вы в России бы вполне могли бы продолжать делать бизнес. Или там место рождения все равно? Не знаю, не знаю. Не факт, на самом деле. Мы там разные истории слышали на рынке, что действительно люди пытались получить второй паспорт. И нам некоторые банки говорили, ну, если бы у вас был хотя бы вид на жительство, мы бы как-то, может быть, по-другому посмотрели. Но процесс длинный. Даже получение вида на жительство, ну, не быстро. И мы вот в тех обстоятельствах посчитали бы нам просто лучше выйти. И все. То есть у вас надоело? Ну, честно говоря, мы задолбались. Откровенно. Мы просто, ну, стучались в каждые двери. Я, знаете, я по утрам открывал LinkedIn и пытался пройти тех, кого я еще не прошел. То есть искать какие-то контакты в разных страховых компаниях и долбиться в закрытые двери. Надо понимать, что в этих обстоятельствах половина примерно того круга общения, который у меня был, половина из них перестали со мной разговаривать. Несмотря на то, что мы вчера друзьями были. Ну, или отвечать, так, знаете, там, с задержкой. Я не знаю, кто еще с этим столкнулся, но вот много моих знакомых столкнулись с такой проблематикой. А это какие страны? Речь о Португалии, а еще какие страны? Ну, речь про Европу в целом. Мы пытались запуститься в Португалии. У нас было три страны намечены на запуск весной. Первая – это Португалия, вторая – это Венгрия, и третья – это Польша. От Польши мы сразу отказались. Ну, Польша там очень радикально. Там все очень радикально, и мы сразу сказали, не, Польшу мы даже пытаться не будем сейчас. Давайте попытаемся все-таки запустить Португалию и Венгрию. Тем более в Португалии у нас все было готово. Ну, реально, у нас стояли скутеры, было арендовано помещение, у нас был персонал, у нас все было настроено. Ну, вот буквально завтра мы общались со страховой, мы дошли, ну, у нас был готов контракт. Он не то, что был, знаете, в драфте, да, он был согласован, то есть там подписи не хватало, и вот мы ожидали, что мы там подписи за дня на день поставим. Ну, может быть, какие-то мелочи мы там правили. Как вы расстались? Вы выкупили долю обратно или... Нет, у нас этот периметр был создан отдельно от России, он был с российскими бенефициарами, не совсем с тем составом, который в России, но достаточно похожим. Мы просто его продали. Все. А сумму сделки вы комментируете, называете? Ну, мы не называем. Ну, мы тут так с Антоном посчитали на пальцах, 22 тысячи самокатов вы продали, если там вот один стоит 35 тысяч рублей, ну, где-то под миллиард рублей. На самом деле там было не 22 тысячи, когда вся история началась, не все самокаты до туда доехали, до Европы, и часть поставок мы развернули в Россию. Ну, просто мы разворачивали грузовики, пока они не выехали из России и выгружали их здесь. И, ну, забрали часть объема сюда, на Россию. Часть действительно уехала туда, мы... Ну, часть была уже в Португалии, часть уехала в Польшу как раз, уехала, и там встала на три месяца. Лежали на складе, и вот сейчас после продажи они только двинулись. А, Дмитрий, сумма сделки все-таки вы ее называете или нет? Мы не комментируем. Не комментируем. Да, но надо понимать, что мы... У нас была там развилка достаточно простая была. Мы могли продать просто самокаты, там, какому-то игроку в Европе, да, и... Но поскольку у нас было уже там кое-что построено, мы стремились продать самокаты плюс бизнес на этапе запуска. Ну, или, условно, почти запущенный. Да, и мы продали бизнес почти запущенный. Поэтому это не только железо, безусловно. Вот к разговору про не только железо. Как во время санкций вы будете обходиться без поставок деталей, софта, которые необходимы для самоката сегодня? Тем более вы сам технический специалист. И понимаете, как это будет сказываться на будущем и самолетов, и самокатов в том числе? Знаете, мы вот с самого начала этого бизнеса, мы электронику производили самостоятельно. Я там часто об этом говорю, но мы сделали там самый первый самокат уже с нашей электроникой. Первый самокат, который выехал в Москве в девятнадцатом году, там стояла наша электроника, произведенная и разработанная нашими людьми. Безусловно, там есть компоненты, но мы не производим сами компоненты, мы не производим процессоры, но мы собираем это все воедино, и там крутится 100% наш софт. Ну, то есть там нет ничего внешнего, покупного. Проблема с компонентами, она началась даже не после 24 февраля. Она началась, когда начался ковид, и когда производства в Китае периодически закрывались, открывались. Вы наверняка слышали, что автомобильная промышленность столкнулась с дефицитом чипов. То же самое коснулось у нас. Поэтому мы еще в двадцатом году начали искать какие-то альтернативы. И у нас вот та версия электроники, которую мы разработали, там первая, сейчас у нас там четвертая или пятая, по-моему, даже поколение уже той электроники, которая есть. Она, ну, там постоянно совершенствуется и расширяется. То есть мы сейчас имеем там достаточно широкую компонентную базу, которую можем использовать. И в том числе вот, чтобы выйти из этого компонентного кризиса, мы разработали платформу, в которой мы можем использовать либо одни процессоры, либо другие. Вот сейчас у нас есть вариант использования китайского процессора, на который никаких санкций нет. Помимо этого у нас есть партия процессоров, когда мы столкнулись с дефицитом компонентов, мы купили партию процессоров и модемов заранее, да, для того, чтобы, ну, в будущем иметь возможность производить. Поэтому мы, в принципе, сейчас тысяч на пятьдесят, по-моему, единицы наших IT-модулей можем обеспечить производству за счет той базы, которая была заранее приблизлена. Почему вообще самокаты возникли в вашей жизни, хотя вы работали, были топ-менеджером в авиакомпании Seven, а последние несколько лет это самокаты, и вы, я так понимаю, сейчас один из лидеров на этом рынке? Ну, вы знаете, что-то возникает тогда, когда есть потребность, мне кажется, да, вот, что-то способно расти активно, когда есть какая-то потребность, незакрытая ниша и так далее. Мне кажется, мы очень угадали с нишей, о том, что она действительно была. У нас было несколько гипотез на том этапе, на начальном, есть ли это ниша, нет, будут ли люди пользоваться, нет, но мы посмотрели вот достаточно просто на это. На этот сегмент. Есть среднее расстояние, которое готов пройти человек ногами, оно порядка 800 метров, но в среднем люди передвигаются, шучка. А среднее расстояние, которое человек едет там на общественном транспорте, оно порядка там 10 километров, на метро 12 километров. Но люди же не только там на 10 километров передвигаются, на километры, у них есть там какие-то потребности в перемещении на 3-5 километров. Тем более, вот, если смотреть на наши города, то понятно, что большинство из них спроектировано и построено достаточно давно. И там твои основные функции, они все равно где-то, ну, в области твоего обитания. Но ты, к сожалению, там зачастую до них пешком просто не можешь найти. Тебе нужен либо там личный автомобиль, либо там общественный транспорт и так далее. Внутри кварталов геморройно перемещаться. Верно. Вас это мучило? В том числе. Где вы живете? Я живу недалеко от центра Москвы, достаточно недалеко. Но я работал в центре Москвы в то время и каждый день перемещался на работу, на личном автомобиле. Причем у меня путь на работу занимал, ну, утром я достаточно рано ехал, но меня занимало примерно 20 минут. А с работы я мог ехать там 40-50 и так далее. Потому что центр стоял, у меня офис был на Петровке. И, соответственно, там, чтобы с Петровки выехать на Большую Дмитровку, надо было простоять Дмитровский переулок, Большую Дмитровку, Падонбульвар и так далее. И ты постоянно вот так стоял. Я перешел на самокат, честно. Сначала перешел на личный самокат и ездил на работу примерно полтора года на самокате. Мне так понравилось, слушайте. А зимой? Зимой не ездил. Вот вопрос-то. У вас в России, в Москве 9 месяцев в году зима. Ну, неправда. Нет? Для самокатов не так? У нас сезон примерно начинается в марте и заканчивается в ноябре. А, ну, в принципе, у вас 3 месяца, получается, выпадает зима. Прямо зима-зима, 3 месяца все-таки, да. И этот зимний перерыв мы тоже научились использовать очень грамотно. Это дает нам некую, с одной стороны, передышку, ну, вот, всей команде, да, когда можно не в таком авральном режиме. То есть в отпуск вы ходите зимой? Ну, в отпуска люди ходят зимой в том числе. И мы просто, ну, когда собираем флот, мы начинаем проводить глубокое техническое обслуживание. Что-то переделывать, что-то ремонтировать и так далее. И вот именно эта передышка зимняя, она, честно, нам даже помогает. Плюс она помогает, знаете, сменой парадигм. То есть люди тоже за зиму устают от всего того, что происходит на улице, да, и они очень активно выходят из дома, ну, по весне, когда теплее. Ну, вот мы массово это видим, даже, мне кажется, в ритейле это так же везде, в фастфуде, там, в общественном питании. У нас, знаете, вот в ряде городов, которые, ну, в Сибири, допустим, расположены, да, где есть зима длинная, они едут значительно лучше, нежели чем города, в которых круглый год лето. Краснодар, допустим, там есть транспортная проблема, большая транспортная проблема, там много действительно пробок и так далее. Но с точки зрения показателей, может быть, мы, конечно, неправильно что-то делаем, но мы уже два года, там, пытаемся разные гипотезы тестировать и так далее. Но нам кажется, что город точно может ехать лучше с точки зрения нашего сервиса. Значит, больше людей будут пользоваться. А у вас там проблема с чем? С тем, что не берут или с тем, что вас власти не пускают? Не-не-не, власти там более-менее. Я так понимаю, что ваши... Берут, но я просто говорю удельные показатели. Давайте в среднем возьмем количество поездок на самокат, да, вот если мы возьмем там город в Сибири и город в Краснодаре... В Сибири ездят лучше? Да, больше на 30%, да, при одинаковой плотности самокатов на город, при одинаковом количестве парковок на город, да, при примерно сравненном населении Краснодара и другого города. С каким городом в России сложнее было себя договариваться? Поскольку вы, понятно, общаетесь с властью, с мэрией, без которой невозможно строить ваш бизнес, как у вас отношения с государством выстраиваются и где сложнее всего пробиваться? Отношения с государством выстраиваются так, что мы везде пытаемся договориться, безусловно. Мы пытаемся договориться сначала, но на этапе идеи, когда у нас есть пайплайн городов, куда мы бы хотели зайти с точки зрения экономики, нам кажется, экономик и текущее состояние города и так далее, нам кажется, туда вот имеет смысл заходить с нашим сервисом. Дальше мы приходим в администрацию, пишем письма, просим о встрече, рассказываем, чем проект будет полезен для города, что нам нужно, чтобы он правильно работал. Обычно мы ничего от города не требуем, но просим подписать хотя бы какое-то базовое соглашение о намерении, да, что мы намереваемся здесь такой сервис оказывать. Простите не мешать. А город не возражает, да, но против этого, чтобы не получалось так, знаете, что мы вдруг появились в городе, а город завтра нас увидел и сказал, что это такое, я вообще ничего про это не знаю, давайте срочно уберите. Рассказываем, чем действительно там сервис полезен городу, что он разгружает улицы, обеспечивает мобильность людей, да, помогает там снизить выбросы, помогает улучшить экологию, помогает разгрузить где-то и догрузить общественный транспорт в тех местах, где нужно, там, оптимизировать маршруты, что мы активно данными делимся. На этом этапе бывают разные истории. Бывают те города, которые говорят, да, да, супер, все понятно, окей, давайте, что нужно. Есть города, которые говорят, ну, слушайте, ну, работайте, подписывать ничего не будем. Но в большинстве случаев это там регионы, где люди не хотят брать на себя ответственность. И есть истории там какие-то конфликтные, да, когда вроде как и подписались, но в то же самое время не работает, да. И помимо города еще часто там какие-то вопросы начинают возникать. Вот сейчас мы не только в мэрию приходим по последнему опыту, мы приходим еще и там в ГИБДД говорим, что вот мы будем запускаться, вот так-то будем обучать пользователей, вот будем проводить школу вождения в вашем городе, онлайн обучаем. Вот такие вот у нас правила, да. Но не везде, бывает, зачем, понимаете. В Москве вы с кем общаетесь? В Москве мы... Главный поклонник самокатов здесь Собянин или... В Москве мы общаемся с департаментом транспорта Москвы. Там есть специальные, не знаю, отделы или блок, который занимается вот шерингами видами транспорта, который занимается каршерингом, который занимается самокатами. По-моему, такси они же тоже курируют. В Москве у нас достаточно хороший вот с точки зрения города. Москва единственный город в стране, который даже субсидии нам дает на то, чтобы мы продолжали развиваться. Здесь покупали более современную технику. Я прочитала, что вы чуть ли не единственный сервис шеринг самокатов, который смог построить экономику, которая сошлась. Мы, наверное, да, один из... В чем секрет? Единственное... Не-не-не, но субсидии, слушайте, в общем объеме субсидии, ну, это небольшие деньги совершенно. Секрет, ну, он многофакторный все-таки. Мне кажется, мы очень правильно сделали с тем, что мы первое... Мы начали со своей электроники, а не с покупки. Мы очень вовремя перешли на модели самокатов со сменными батареями. Мы сами написали софт с нуля, и этот софт, знаете, не копия какого-то софта с похожей отрасли. Допустим, там, многие копируют с каршеринга на кикшеринг, да? Ну, вроде как одно и то же, но возьмем, скопируем. Или с такси на кикшеринг. Нет, мы все написали с нуля, все бизнес-процессы, все спроектировали с самого начала. Мы построили эффективную систему обслуживания самокатов. Работая в авиации, там, 20 лет, безусловно, мы многому научились. Ну, я многому научился, мои коллеги и так далее. И у нас на самокат мы знаем, допустим, какая деталь на него установлена, от какого поставщика эта деталь пришла, сколько деталь проехала на этом самокате, что с ней случилось и так далее. То есть, можем проводить такие глубокие исследования и оптимизацию дальше процесса. Ну, такое построение, такое очень лим-производство, да, когда мы понимаем, где узкие места и как эти узкие места надо в будущем расширять. Основываясь не на ощущениях, а зачастую основываясь на реальных данных, да, которые мы получили. Ну, что в этом главный элемент всегда? Вот в бизнесе всегда, когда его экономика сходит, всегда есть главный элемент. Я могу прощенно рассказать. То, что мы очень верим, мне кажется. Мне удалось собрать команду, которая действительно верит сильно в то, что мы делаем. Мы были первыми, кто действительно серьезно взялся и серьезно построил. Безусловно, у нас есть преимущество того, кто идет первым. Вы первый, кто зашел на рынок в 2019 году именно, да, вы имеете в виду? Потому что у вас в 2018 было два игрока? В 2018 было два игрока, но я бы сказал, что они как-то, ну, не очень серьезно это. То есть у них был там пилотный проект, они там чуть-чуть самокатов поставили, попробовали. Они серьезно не вкладывались. Они не вкладывались там в свою электронику, они не вкладывались в самокаты, я думаю, не вкладывались в платформу. Они попробовали, да, пощупали рынок, у них как-то не получилось. Когда мы заходили в 2019, мы думали, что кто-то будет однозначно. Мы думали, что мы точно не будем первыми, потому что нам точно нужно гарантированное конкурентное преимущество. Здесь, здесь и вот здесь. Нам нужно построить лучший продукт, нам нужно сделать лучший самокат, нам нужно сделать лучшую электронику. Единственное, чего мы опасались, вот я смотрел тогда на тарифы тех игроков, которые были там в 2018 году, и у меня никак не сходилась экономика, ну вообще никак. И я думаю, ну как они так просчитались? То есть у них, понимаете, там была поминутная тарификация точно, но там не было стоимости старта, анлок-самоката, которая была в Америке, в том числе. А, вот. Почему? Вот где секрет. Ну, слушайте, это секрет, но у американцев сейчас тоже это есть, и у европейцев есть. Их и беда глубоко отрицательна до сих пор. Вот, и я вот про это думал, и очень опасался того, что мы выйдем все-таки. Ну, я считал, что невозможно выходить в модели, когда твоя экономика заранее не сходится. Нужно выходить в модели, когда она сходится, давайте поставим что-то, ну и будем смотреть на реакцию рынка. Ну, а потом случилось чудо, никто не пришел в 19-м. Мы встали одни и... Но с нисходящейся экономикой по-прежнему. Нет, с сходящейся. Мы встали, ну, мы решили рискнуть, но мы посчитали, что мы, окей, сделали вроде лучше, чем у них было, да, продукт и так далее. Давайте попробуем, да, вот все-таки попробуем, ну, тарифную сетку поставить такую, при которой экономика наша должна сходиться. Поставили, поехали, а они не пришли. Ну, не то, что любые, но мы же понимаем, что любые не можете поставить, ты все равно ориентируешься на... Ну, с вами кто конкурирует? С нами конкурирует общественный транспорт отчасти, с нами конкурирует такси, с нами конкурируют виллобайки в Москве, там, ноги человеческие с нами тоже активно конкурируют. Слушайте, это прекрасно им было для вас, 2019 год. Вот вы выходите, все у вас прекрасно, значит, наступает 2020 год, пандемия. Очевидно, люди не стали ездить. Проходит пандемия, наступает 24 февраля, вы просыпаетесь утром, узнаете, что случилось. Что вы подумали? Вот вы боретесь, 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 то бам! Так и есть, да. На самом деле, когда началась пандемия, не все же поняли сразу, что ну вот, ну вот все. Все, наверное, поняли, когда наступил локдаун, да, и когда этот локдаун начал продляться там какое-то время, да. Мы, на самом деле, надеялись, что, ну как, ну, окей, началась вот эта вся история с локдаунами, да. Важно сохранить сервис работающим, да, потому что, ну, нам казалось, что какие-то люди все равно будут, да. Ну, никогда же такого не было. Курьеры. Неизвестная история была, да. Вроде как локдаун, ну, вроде смотришь там, ну, периодически люди встречаются, да. И мы боролись сначала за то, чтобы просто сохранить сервис работающий. Мы доказывали, что окей, мы транспорт, мы можем работать для курьеров, мы можем работать для врачей, мы можем работать для тех людей, кому все-таки разрешено выходить, да, разрешить нам работать. Мы, у нас был перерыв, когда мы не могли работать, действительно, потом нам удалось это доказать, нам разрешили. Мы начали работать потихонечку, начали что-то договариваться с какими-то компаниями для курьеров, пытаться договориться, да. Но было крайне тяжело, потому что они не готовы были платить ничего. Ну, а работать просто в минус, ну, они были готовы платить, там, не знаю, одну сотую от того, что мы обычно просим за поездку. Или одну пятидесятую, ну, очень низкий тариф, да, мы понимали, что ничего не сойдется. С несколькими компаниями нам все-таки удалось договориться, какие-то поездки были, они были все-таки со скидкой от нашей основной поездки, там была действительно хорошая скидка, но вот что-то, поэтому пандемию мы пережили. Я не скажу, что мы бенефициары пандемии, наверное, нет, но мы ее достаточно спокойно пережили. А 24 февраля? 24 февраля, конечно, был шок. Но мы сначала пытались разобраться, что у нас не... У нас была большая капексная программа на этот год. Мы вырастили флот в два раза. У нас было там по состоянию на конец прошлого года около 40 тысяч самокатов, а по состоянию на весну этого года должно было стать 80. Ну, ровно в два раза мы растем, и часть этого флота профинансирована, и он приехал. Часть его профинансирована за счет того, что мы получим еще какие-то кредиты в счет вот этих наших первоначальных инвестиций. Где-то для ускорения финансировали все за счет собственных средств. Ну, есть там какие-то свои деньги. Давайте не будем ждать, пока нам выдадут кредит здесь. Давайте профинансируем. Ну, приедем, потом получим кредит, на него будем доживать нам остаток. Потому что зима для нас крайне сложное время, у нас нет выручки. Надо понимать, что... Ну, самая яма. И февраль, ну, вернее, даже не февраль, а март и апрель – это самая яма для нас. Ну, просто когда у нас вообще уже нет денег. Вот. И мы начали разобраться, что делать. Где... Ну, не то, что там Европа, да. Тут бы как бы в России надо выжить, да. Нужно понять, как то, что едет, как за это рассчитаться. Ты понимаешь, что ты должен достаточно много денег. Тебе негде их взять, потому что кредитные линии позакрывались в момент, да. Самокаты там приехали у нас, контейнеры приехали, на таможню стоят. Нужно платить таможню, чтобы оно там стояло. Нужно растамаживать, нужно платить за доставку, потому что там... Ну, их тебе привезли. И... Ну, крайне такое... Сложное время. Ну, ничего, вот мы как-то нашли, нашли варианты, как все эти вопросы порешать. Дофинансировали инвест-программу, привезли то, что сюда нужно привезти, разобрались с картами более-менее. То, что не работает, то отключили, ну, Google Pay, Apple Pay и так далее, которые какое-то время работали. Хотя у нас были большие ставки на сервис типа Apple Pay или Google Pay для того, чтобы ускорить там старт поездки, ускорить там анбординг пользователя. Нам крайне важно его быстро анбордить, чтобы это работало. Ну, вот как общественный транспорт, вы зашли, условно, там, денежку дали и сели. Также мы хотим, чтобы это работало с самокатом. У вас не было опасений начинать весь этот бизнес в России, учитывая, что когда бизнес здесь становится успешным, как правило, к нему начинают заинтересованные лица присматриваться? У меня, знаете, были иллюзии в то время, что мы сможем построить маленький бизнес в России и масштабировать его на Европу. У меня была идея, что мы делаем здесь очень маленький проект, локальный, запускаем в Москве, потому что кроме Москвы, вроде как, в России, кому нужны будут самокаты. В Москве сделаем, докажем, что экономика сходится. И потом пойдем туда, потому что здесь зима, здесь Россия, здесь никому это не надо. А получилось наоборот. Получилось наоборот. Счастье или к сожалению, я не знаю. Тем более вопрос еще более актуален, поскольку бизнес стал большим. Во сколько, кстати, вы оцениваете его на данный момент, стоимость компании? И было ли опасение, что на него кто-то позарится и будут пытаться у вас его отобрать, выкупить и так далее? И вообще убрать вас с рынка? Слушайте, ну, наверное, какие-то опасения всегда есть. Тут более страшное прилетело. Да, но есть, знаете, кажется, когда ты делаешь все правильно, там, по закону и так далее, ну, достаточно сложно тебя, наверное, просто взять... Вы верите это, живя в России, в это? Я верю... Что если делать здесь по закону, то у вас сложно... Я верю в то, что когда ты немножко думаешь, там, хотя бы на несколько шагов вперед, это должно помогать. Пока помогало. А вы думаете на несколько шагов вперед? Я стараюсь. А что сейчас вы думаете на несколько шагов вперед? Да, и что в вашем понимании... О каких шагах вы думаете? Я бы не хотел пока это озвучивать. Мне кажется, это будет неуместно сейчас. Я готов об этом поговорить спустя, когда я эти шаги сделаю. У вас есть риск-сценарий какой-нибудь? У нас, безусловно, после... Особенно после февраля... Самолёт стоит на запасном пути? Нет, самолёт не стоит. К сожалению, у меня не было пока возможности его приобрести. Ну, я условно самолёт. Но, конечно, риск-сценарий у нас есть. Мы активно начали над этим думать после 24-го, и много шагов предприняли для того, чтобы минимизировать издержки, потери или последствия от тех или иных потенциальных шагов, которые будут в отношении страны в целом, в экономике страны и так далее. Ну, нам кажется, мы достаточно грамотно всё сделаем. А вы не смотрите на вот эти новые модные рынки, типа Турции, Китая, Индии? Многие, кстати, Индию и Малайзию смотрят, говорят, что, по крайней мере, финтек туда очень активно идёт. Смотрим, но нам непонятно, насколько мы всё-таки сможем. Ну, вот мы пытались в Европе, да, мы поняли, что не можем, но никак не можем. Вот мы открыли две страны в СНГ. Мы открыли Белоруссию, мы открыли Казахстан. И я вам скажу, что с Казахстаном мы до сих пор не понимаем, сможем мы там или не сможем. Потому что, ну, проблем там из-за всей этой истории до сих пор достаточно много. И нам непонятно, в какую сторону эти проблемы будут решаться. Ну, вроде как мы построили для себя ряд гипотез, что оно не должно дойти до ситуации, до такой, как в Европе. Но в то же самое время, по факту, мы видим какие-то шаги тех или иных банков, в частности, да, что они достаточно жёсткие. То есть в Казахстане тоже у вас не очень, да? Пока не очень. Дмитрий, а сколько вы оцениваете, я спросил про компанию? Вы знаете, у меня нет оценки. Ну, вот мы там никаких раундов не делали уже последние два года. И, ну, какой-то текущей оценки нет. Мы, возможно, что-то сделаем в какой-то перспективе. И тогда будет. И важно, что не во сколько я, а во сколько рынок. Я читала 5-6 Ебетда. Прекрасно. А Ебетда у вас 1,7 миллиардов, да? Нет, по прошлому году у нас 2,4. 2,4. А, это в чистой прибыли, я перепутала. Смотрите, ну, в сок акционера вашего бизнеса вошёл паевой фонд. Один из паевых фондов ВТБ. Тогда ещё. Ну, давно. Да, достаточно давно. Это сказалось сейчас, осложнило ситуацию вашей работы в Европе. Если бы не было ВТБ, насколько бы проще вам бы, как частому лицу, было бы там это развивать? Либо вас бы тоже отменили в любом случае без ВТБ? Я не знаю. У нас в Европе не было ВТБ в акционере. Ага. И в России ВТБ ушёл, ну, буквально там спустя полтора месяца, наверное, после того, как всё началось. Сейчас у нас нет ВТБ в акционере. А, они вышли от вас? Там управляющая компания была изменена, и, ну, сейчас там другая управляющая компания управляет этим фондом. В общем, ВТБ сейчас нет. Я не знаю, повлияло ли. Мы однажды получили письмо из, не помню, из какого конкретно города в Европу, в который мы подавались в рамках тендера, ну, хотели быть одним из операторов. Там проходил тендер, и мы подали заявку от одной из наших европейских структур тогда. Вот. На что они нам ответили? Как вы посмели подать заявку на наш тендер, когда ваши акционеры ВТБ и открытие? Вот такое письмо. Неприятно. Крайне неприятно. А открытие сейчас в какой-то форме участвует? Открытие никогда не было нашим акционером. Кредитор. Он был нашим кредитором. Наши доли были в залоге. Мы выпустили облигации, и были первой российской технологической компанией, кто выпустил облигации после этих событий. Это тоже такое большое дело, на самом деле. Какая доходность по ним? 13,5 пунктов. Много? Ну, много, да. Кто сейчас основные акционеры компании? По-прежнему основатели, основные акционеры компании. Нам принадлежит порядка 75%. Вам и вашим партнерам? Мне и моим партнерам, да. Тоже, которые вместе с вами работали в S7. Все работали в разное время, да. Из S7 уходил я и мой партнер Егор Баяндин, который у нас отвечает за IT-блог. Когда-то в S7 работал Олег Журавлев, возглавлял IT-шное подразделение в S7, но это было давно. И Сергей тоже. Сергей вообще давным-давно работал. Мы познакомились, так или иначе, во время нашей работы. У вас были проблемы с силовиками. Были обыски в Петербурге, в ваших офисах. В связи с тем, что было много аварий на самокатах. Чем это все закончилось? Проверки Следственного комитета. Есть ли к вам по-прежнему какие-то претензии? Расскажите об этом. Я бы не сказал, что у нас были проблемы, у нас было взаимодействие с силовиками. Я бы так это формулировал. Потому что в реальности, как ни странно, это взаимодействие поспособствовало тому, что рынок в Питере конкретно стал более регулируемый. Мы ходили и пытались подписать какое-то соглашение с городом достаточно давно. К нам приходили подделы, к которым мы достаточно косвенные отношения имеем. Почему пришли к нам? Посчитали нужным прийти. После этого действительно с городом было. Потому что они пришли не только к нам, они пришли еще и к городу и спросили, а что это они у вас тут работают и у вас никак не урегулировано. И все быстро начали урегулировать все. Мы подписали соглашение, работаем до сих пор. Отношения нормальные, периодически. Силовики приходят и спрашивают, как там у вас работают все. А в какой форме они приходят, простите за уточнение? Просто приходят на чай, как там у вас работают? Нет, у нас есть рабочая группа с городом. Чат? Нет, нет, нет. Не только чат. Но чат тоже есть, в котором люди скидывают. У нас есть совещание в рамках рабочей группы. Рабочая группа, при комитете по транспорту, куда входят ряд участников из других комитетов и администраций, в том числе туда входят силовики. Рабочая группа обсуждает то, как работает сервис в городе, выступает с определенными предложениями. Город говорит, давайте вот эти улицы закроем, вот здесь снизим скорость. А вот эти наоборот откроем. Такое крайне редко было. Ну, смотрите, про ДТП. Их было довольно много. И были смертельные случаи, мы знаем. Что вы думаете об этом, о безопасности, поскольку самокатов стало очень много, и в какой-то момент они действительно стали опасным видом транспорта? Ну, я не соглашусь с вами. В корне не соглашусь. Не соглашусь с первым тезисом, когда вы говорите, что ДТП много. Много относительно чего? Относительно нуля? Относительно нуля? Два много. И три много. Ну, 300% рост получается, да? Относительно ДТП на автомобилях, процент ДТП с самокатами крайне низкий. Ну, это какие-то там сотые доли процента относительно дорожно-транспортных происшествий. Даже относительно великов он крайне низкий. И если дальше смотреть на статистику, глубоко смотреть, да, а что же там за самокаты были? У нас в стране самокатом сейчас в данный момент называется все подряд. Начиная от трехколесного детского, заканчивая там монстрами, которые ездят по 120 км в час, и люди на них там должны в шлемах ездить. И вообще это не самокат, это мопед, как минимум. Вот. И если там грамотно составлять статистику, действительно брать самокаты, то, что можно сказать, самокаты в схожих категориях, давайте так скажем, типа наши, да, то там ДТП крайне немного. Потому что у нас маломощный вид транспорта, у него скорость максимум 25 км в час. Ну вот недавно сбили Алену Долецкую на Остоженке. Резонансный случай. Это был самокат. Скорость, очевидно, была высокой. Выше, чем 25 км в час. Там курьер был, по-моему. Курьер был, да, который деливали клап и ехал на самокате. Ну, я не знаю, на каком самокате он ехал. Извините, конкретно этот случай прокомментировать не могу, но действительно есть случаи, когда самокат, там, шеринговый самокат, или самокат такой же, как в шеринге, такой же мощности, такой же скорости попадает в дорожно-транспортное происшествие. Но мир такой, он действительно есть, попадает. Но в большинстве случаев, там, наверное, в процентах 90 вторым участником является автомобиль в обязательном порядке. Ну, то есть второй участник этого ДТП, это автомобиль в 90% случаев. То есть не сам самокат кого-то там сбил человека, а зачастую самокатчика сбил человек на автомобиле. В большей половине случаев, точно в большей половине, виноват тот, кто ехал на автомобиле, когда он не пропустил его там на переходе, не пропустил его на перекрестке, выехал и сбил его на повороте и так далее. Много где. Ну, действительно, есть и самокатчики, люди, которые едут на самокатах, которые нарушают ПДД, едут на красный свет, действительно, их сбивают. Но вот когда происходят такие трагические ситуации, кто несет в конечном итоге за них ответственность, и как вы их разруливаете? Давайте я скажу так. Ответственность-то, очевидно, несет тот, кто был за рулем. Ответственность несет тот, кто был за рулем, да. Мы не несем ответственность, если мы дали некачественный самокат. По условиям нашего договора, человек, если видит, что он сломан, его не нужно брать. Мы говорим, ты посмотри на него. И мы стараемся их проверять. Что мы делаем? Давайте еще раз. Первое. Мы внедрили медленные зоны. Медленные зоны и зоны запрета движения на самокатах. И их количество в этом году мы увеличили, наверное, больше, чем в два раза. А как это реализуется, зона запрета движения на самокате? Мы делаем геозону с координатами. Допустим, берем парк зарядья вот здесь, зона запрета движения. Берем парк зарядья, чертим вокруг него геозону. Самокат, попадая в эту геозону, отключается. Вы на нем не можете ездить. Класс. На электродвижение. То есть это фактически как мы напротив Кремля, как бесполетная зона для дрона. Совершенно верно. Да, примерно так же. Там же наша электроника стоит. Мы контролируем, где самокат в каждый момент времени. Как только самокат переезжает линию, соответственно, отключается двигатель. Все. Так же работает с зонами ограничения скорости. Вы едете, там, педаль в пол, условно, на самокате летите 25 км в час. Въезжаете в медленную зону, там, зона 20 км в час. Самокат сбрасывает до 20. Резко? Он начнет притормаживать двигателем, чтобы сбросить до 20. Мы сделали это одними из первых, и мы продолжаем это совершенствовать. Сейчас мы делаем самокат, который не только по зонам ограничения скорости работает, он сам понимает, где он находится. Он понимает, едет он по дороге или по тротуару. Он понимает, когда он проезжает на пешеходный переход. Он понимает, едет он в потоке людей или он едет один. Компьютерное зрение. Компьютерное зрение, да. Компьютерное зрение и несколько нейронок, которые смотрят и обсчитывают это все на самокате. Не в облаке где-то там, не передают видеопоток туда в облако, что крайне сложно. А обсчитывают это на самокате. И, во-первых, будут сигнализировать человеку, который за рулем этого самоката, что пора бы притормозить. Но если человек не реагирует, будет снижать скорость автоматически. Это же не самокат, это какой-то космави вот уже. После всех вот этих происшествий, ну, я там несколько назвал резонансных, Долецкая, профессор из МГУ прошлый год, была дискуссия либо вообще об отмене, либо о водительских правах на самокат, либо о шлемах, что человек, который едет на самокате, должен быть в шлеме обязательно. Чем это кончилась вся дискуссия? Чем кончилась? Каков текущий статус? Значит, есть проект поправок, правила дорожного движения, который говорит о том, что есть такая штука, как средство индивидуальной мобильности, к которым в том числе относится самокат. Самокат до 25 км в час, который едет, с двигателем 250 ватт, ну, вот такие самокаты, как у нас, с весом до 35 килограмм, ты на этом самокате можешь ехать по тротуару. Там на данный момент ничего нет про права, ничего нет про шлемы. Мы со своей стороны рекомендуем, если есть возможность, шлем одевать. Ну, на всякий случай. Вот я своей дочке рекомендую шлем одевать, когда она едет на самокате. И младшим детям, которые не на электросамокатах ездят и ездят на велики, ну, на маленьких самокатах тоже рекомендую это. Мне кажется, это правильно просто. Сам не всегда одеваю, признаюсь честно. Как вам кажется, когда мода на самокаты закончится? Вы очень круто запустились, и я уже даже не представляю, что город летом и весной может быть без самокатов, хотя этому явлению всего три года получается. С 19-го. А мода началась, когда она закончится, как вы думаете? И какой у вас еще личный интерес к какому роду бизнеса? Какой у вас план на этот случай? Какой у вас план, да. И какой бизнес вам еще может быть интересен с точки зрения запуска стартапа? Мода закончится, я думаю, тогда, когда появится еще какая-то альтернатива, более удобная и так далее. Например? Не знаю, какой-нибудь летающий такси, скейтборды, более безопасные какие-то маленькие машинки. Но то, что закроет этот сегмент с такой же эффективностью, как его закрывает самокат. Почему велик, допустим, не пошел? Потому что велик не может закрыть этот сегмент в силу того, что он сильно большой. Требует навыков. Даже не только. Он просто большой и некомфортный. Но вот стандартный велосипед, вам на нем в городе некомфортно, потому что у вас куча светофоров, у вас куча порепликов и так далее. Вам нужно, чтобы остановиться с велик, вам нужно затормозить, слезть в сидение, поставить обе ноги. Потом тронуться, опять залезть на него, начать крутить педали, потом сесть на сидение. То есть гораздо больше действий. Когда на самокате вы нажали на тормоз, поставили ногу, все, вы остановились. И так же быстро поехали. То есть оттолкнулись и сразу поехали. Поэтому мне кажется, если появится еще что-то, ну вот чего мы пока не видим нигде. Мы там были вот недавно с ребятами в Амстердаме на конференции по микромобильности, смотрели, что есть. Ну, ничего не увидел, часто скажу. Пока ничего не увидел. Увидел какие-то много разных поделок и мыслей в сторону того, что бы это могло быть. Ну, там, не знаю, лежачий велик, да, такой болит, лежишь и педали крутишь. Ну, поедет это, ну, не знаю, если на гольф-курорте, там, вокруг какого-нибудь пруда вы захотите размяться, наверное, поедет. Так, что массово, вряд ли. Есть какие-то машинки электрические, ну, такие, небольших размеров, но все равно ты на ней не сможешь ехать. Ну, то есть ты на ней так же будешь стоять в пробке. А тут эта штука работает потому, что ты не стоишь в пробке. Ну, у тебя основная ценность, что ты быстрее из точки А в точку Б, более юрко, компактно. Ну, то есть еще долго будет жить модно самокарно? Ну, посмотрим, мне кажется, да. Мне кажется, как, знаете, когда-то в нашей жизни появились автомобили. И они вот теперь с нами. Они просто совершенствуются, становятся другими и так далее. Ну, появился общественный транспорт, появились самокары. А вы же производство открываете. Мы локализовали уже часть компонентов. Мы действительно производим в стране, ну, уже, наверное, процентов 30 самокат способных производить. Пока это, скорее, крупные серии, но не массовые. У нас действительно есть идеи относительно того, как сделать самокат другой, как сделать его лучше, как сделать его лучше именно для этого сервиса, что нужно улучшать. Мы идем в этом направлении. Вот самокат, в частности, с компьютер-виженом и так далее, мы представим вот уже этой осенью. То есть вы будете полностью, получается, все под ключ делать? Ну, сейчас не работает производство, когда вы делаете все под ключ. Зачастую это сборка, там, финальная сборка осуществляется. Ну, вот как работают китайцы. Они тоже, они делают финальную сборку, да. Они делают проект, саму модель, да. Как дальше раскидывают это все поставщикам, поставщики производят, соответственно, они собирают. В России сложность в том, что у тебя нету такого количества поставщиков, способных произвести. Мы, знаете, приходим в стране к людям и говорим, нам нужно 10 тысяч таких деталей. Они смеются, говорят, что шутка, 10 тысяч, мы такого не производим. Что значит 10 тысяч? Мы, может быть, нулем ошиблись, там, или двумя нулями. То есть много кто готов кустарно произвести, там, ну, 100-200 штук, но чтобы вот так взять и... А для крупно-серийного, ну, там надо 100 тысяч и так далее. 100 нам многовато. Нам вот там десятками где-то, где-то в этой нише мы пока сейчас вообще... Особенно, там, для каких-то пилотов, но это вполне подходящий объем. И такого мало в стране. Ну, реально мало. Может быть, сейчас будет больше, не знаю. Но основные пока модели вы покупаете в Китае, да? Это Xiaomi. Нет, это 9-боты. У нас в основном модели во флоте это Segway 9-бот и есть модели Akai. Это два крупнейших сейчас производителя самоката, которые работают на внешний рынок. Если говорить про рынок, вот вы захватили московский рынок, много других городов в России, много регионов. Как вы хотите, как вы видите сейчас свой рост дальше? Ну, мы сейчас продолжаем расти в России. У нас там по прошлому году доля примерно 60%. Мы хотим удерживать дальше эту долю в стране, открывая новые локации и повышая насыщенность в существующем. Для нас же важно, чтобы мы поставили какое-то количество самокатов в город, он начал как-то ехать. Через год уровень зрелости поднимается, люди понимают, как ехать. Появляется какая-то инфраструктура, какая-никакая. В этом году нам удалось во многих городах уже сделать парковки, нанести трафареты. Куда нужно ставить самокат? Мы сами делаем это за наш счет. И культура парковки повышается. Для нас важно, чтобы самокат гармонично вписывался в город. Не то, чтобы их все кидали где подряд, и мы завалили город самокатами. Мы в какие-то города готовы поставить еще самокатов, но поскольку культура еще достаточно низкая, мы этого не делаем. Потому что надо договориться с городом, обозначить парковки, подписать какие-то соглашения, повысить культуру вождения, провести школы вождения, как мы это сделали в этом году. Только после этого можно еще дальше наращивать. Поэтому год от года зрелость всего вырастает. Какие города в России совсем не для самокатов сейчас? Совсем не для самокатов. Знаете, практически везде, где мы запросто... Где самая сложная и неразвитая инфраструктура для того, чтобы наш бизнес туда входил? Очень сложно в Новосибирске. Очень сложно. Там у нас много сложностей, в том числе и с гаишниками, и с властями и так далее. У нас есть подписанное соглашение, которое плохо работает. Где мы тоже виноваты, но и город создал такие условия, которые крайне сложно выполнить. А проще всего Москва, Питер? Москва самый современный, самый продуманный, я бы сказал, город с точки зрения. Потому что Москва раньше всех начала строить инфраструктуру. Москва настроила парковок, которые мы используем в городе для великой. Которые, как мне кажется, до того момента, как мы пришли, не особо кому-то были нужны, а сейчас очень востребованы оказались. Москва за прошлый год разрисовала в городе больше 100 километров велодорожек. В России ни один город такого не сделал. Но где-то хвастаются, 12 нарисовали. Представьте, стоит прилично. Хотя, если сравнить в Дубае, во времена ковида построили 850 километров. Построили, не нарисовали. А в Дубае-то что ж вы не выходите? Подумаем. Думаете об этом? Может быть. Там все наши люди собрались. Слушайте, там тоже есть игроки, мы же не можем, тыкая в карту просто так. Мы пытаемся оценить там все-таки там инфраструктуру, экономику и так далее. И оценить, и сейчас еще один критерий, оценить возможность ведения бизнеса в этой локации. Это стало крайне важно. Это первый критерий, да. Да, раньше об этом ты просто, ну, вроде как, ну, есть законы, там, ну, по-соответствуешь, нанимаешь консультантов, открываешь компанию, пошел вперед работать. То есть и сейчас. У вас, поскольку самокаты сильно завязаны на айти, много айтишников в вашей компании уехало? Мы вообще айти-компании. Да. Да, мы айти-компания. Много, много уехало? Уехало? Ну, за границу, эмигрировало. Ну, то есть вы своих айтишников удержали? Но мы даже специально для этого ничего не делаем. Но не то, что мы такие вот безразличные. Просто мы до этого уже построили достаточно интересную площадку, на которой там хорошо работать, хорошо развиваться, интересно людям и так далее. Безусловно, мы поддерживали людей, говорили, ну, вот, слушайте, чем мы можем здесь помочь, да, вот в этой ситуации. Давайте мы этим поможем. Мы разрешили там удаленки, сказали, ну, хотите, ну, пожалуйста, идите, езжайте, куда хотите, и так далее. Но в то же самое время у нас классный офис, да, куда мы всегда людей приглашаем и ждем, да, и где людям достаточно комфортно, да. И мы эти там сферы продолжаем улучшать. Сколько человек у вас в компании сейчас работает? Если брать всех людей, которые заняты в бизнесе, то это порядка там трех тысяч человек, наверное, может быть, даже больше. Вся компания? Да. Ну, это весь персонал, включая операционку, да, включая людей, которые заряжают самокат и так далее. Если брать headquarters, да, вот людей, которые к центральному офису привязаны, там порядка двухсот человек, если что, и больше 70% из них это IT. А о чем вы мечтаете? О какого размера компании? Да я особо мечтаю. Мечтаю. Мне нравится заниматься делом, которое доставляет удовольствие. То есть вам нравится процесс? Нет, не только. Мне очень нравится результат. Но процесс это... Ну, в смысле, когда ты делаешь что-то, что тебе доставляет удовольствие, у тебя каждый день есть какие-то победы, там, поражения, ты с чем-то борешься и так далее. Там много задора в этом все, много драйва. У тебя классные люди вокруг, которых правильно можно подумать, которых ты учишься. Ну, это же супер. Ну, мне кажется, такая работа должна быть. Почему транспорт всегда? Самолеты, самокаты? А так сложилось. Ничего специального. Это не то, что транспорт. Это в основном IT. Я занимался всегда технологиями, занимался чем-то новым, каким-то досравшенным существующим. Там в СОН это были, там, продажи через интернет, электронный билет, электронные регистрации. Здесь самокаты. То, чего не существовало. И мне нравится делать что-то новое. Вот ты с нуля берешь и создаешь. Его вчера не было совсем, а сегодня оно есть. И это всегда такое, знаете, пустое поле. Ты вышел на пустое поле и пытаешься вот что-то построить. И оглядываясь назад, если отмотать, смотришь, ничего не было. А тут что-то появилось, тут что-то появилось. И вот так настраиваешь. А все-таки о чем вы мечтаете? Если широко посмотреть. Слушайте, мечтаю, чтобы все было хорошо. И мир когда-то стал таким же. Таким же дружелюбным, знаете, открытым и так далее. Я верю в то, что в замкнутой системе ничего нельзя построить. Замкнутая система, она быстро стареет и быстро разваливается. И система должна быть открытая, чтобы чему-то учиться. И там должно идти какое-то обновление. Но если говорить про мечты, ну, наверное, я мечтаю о том, чтобы коллаборации было больше, на самом деле. Ну, и все за счет этого выигрывали. Может быть, это какая-то утопия. Но мне кажется, что когда ты коллаборируешься, ты все-таки тут чему-то научился. Ну, да, ты что-то отдал. Но научился другому. И перешел как бы на следующий уровень. Это созидание, да. Мне кажется, созидать правильно. А для себя личное или это и есть личное? Ну, это... Ну, как... Ну, отчасти личное, отчасти... Вы похожи на счастливого человека. Я, да. Я считаю себя счастливым человеком. Почему нет? Супер, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.